Вчера в 9 часов вечера, то есть буквально за пару часов до грандиозного высотного пожара на Таежной 11, где полыхали 8 верхних этажей, а огнеборцы не могли подъехать к адресу из-за обилия машин во дворе, пожарные совместно с гаишниками провели рейд, и надо сказать, очередной регулярный рейд по выявлению возможностей подъездов к высотным многоквартирным домам, к садикам, школам и прочим социально важным объектам. В качестве обследуемого, ну типа как бы условно горящего дома, выбрали высотку на водоемной 80, что на побережье Сети, в районе аквапарка, только на другом берегу реки. Место для рейда идеальное, ибо и дом очень сильно многоквартирный, и во дворе садик. Ну и как и ожидалось, не удалось пожарным просочиться к условному эпицентру огня, застряли в повороте. А ведь для этого натурного эксперимента огнеборцы взяли самую маленькую машину, стоящую на вооружении в Екатеринбургском гарнизоне, итальянскую ИВЕКО, из восьмой пожарно-спасательной части, и рейд вскрыл все непролазные язвы этого двора. Не войдет, не войдет. Паркованных машин, узкие проезды, угол поворота 90 градусов, повороты крутые. Кому больше вопросов? К застройщикам или все-таки к водителям, которые паркуются так? Мне кажется, обоюдно. И к водителям, и к застройщикам. Так как водитель думает, что только легковая машина ездит, а застройщик вообще, в принципе, об утех сообщениях не думает. В данном случае проблема у нас выявляется либо при проектировании, при застройке домов повышенной этажности, то есть это не обеспечение должной ширины проезда, в данном случае организации парковочных мест. В результате чего граждане вынуждены оставлять машины на проезжей части, чем сужая ширину проезда пожарного автомобиля. Гаишники, участвовавшие в рейде, доказали, что они не просто так зрители отбывающий номер, а приехали по делу и организовали эвакуацию двух косячно запаркованных болидов – белой Приоры и черного Мерина. Пилот Приоры видно, что в целом-то на стороне пожарных, и он искренне желает, чтобы они как можно скорее приезжали к очагу пожара, а потому запарковал свою ласточку в основном на тротуаре. Да на реальном пожаре, как, например, на Таежной 11, огнеборцы, наверное, бы его мысленно поблагодарили. Но это был всего лишь рейд, проверка, тренировка, и потому Приору вместе с Мерсом образцово-показательно забрали на штрафстоянку, чтобы, значит, остальные пилоты, завалившие дворы своими тачками, взяли на заметку и намотали на ус. В ГИБД непосредственно организация эвакуации машин, также фиксация правонарушений и, соответственно, нормативно-правовыми актами, то есть в данном случае ширина проезда вот такая, то есть регламентирована, нарушение норм конкретных. Понятно, что две эвакуированные машины этот забитый двор не разгрузили. И 10 бы не разгрузили. Возникает вопрос, что делать? В смысле, ну как решить эту проблему? А то, что это реальная проблема, убедительно доказал сегодняшний ночной пожар на Таежной. Там ведь ни один житель так и не вышел и не отогнал свою машину, чтобы дать пожарным проехать. Но все должны понимать, что это в первую очередь нужно не огнеборцам, а всем нам. Для пожарных это работа за зарплату. Да, может быть призвание, да, любимая работа, но работа. У них на чужих пожарах квартиры не выгорают и родные не гибнут. Свободные проезды во дворах для спецмашин это прежде всего в наших интересах. Как их обеспечить, когда банки массово выдают доступные кредиты и сейчас любой, как это помягче, человек может позволить себе тачку. А парковочных мест на всех очень сильно не хватает. Потому и пилотов тоже понять можно, что же делать. Выполнение необходимых элементарных норм. То есть ширина проезда, автомобиль не бросать, ну и соответственно организация соответствующих парковок для людей, чтобы они не оставляли автомобили на проезжей части. Поменять, конечно, законодательство. То есть в процессе проектирования зданий уже вот эти нормы учитывать. Нормы проездов, нормы парковки, чтобы не было вот таких ситуаций.